Приветствую всех на канале Мотковод, с вами я Илбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет! Привет! Так, друзья, сегодня 12 августа, мы работаем, и такой коротенький ролик по поводу все-таки тактикой, так как сейчас интенсивно все начинают обрабатывать пчел от клеща, и, ну, просто на разных вайберах, переписках, вот пошла такая тема, что, ну, обвиняют меня в том, что я своими действиями выращиваю клеща, подобного, ну, устоять к любым химикатам. И, друзья, ну, я пробую данный препарат, я его показываю, как я пробую, соответственно, люди пробуют, и, ну, у некоторых людей собралось такое вот впечатление. И, ну, хотелось бы объяснить пару слов. Во-первых, тактик у нас открыто продается, как бипин, так и тактик. В аптеках везде он продается, соответственно, ничего такого сверхъестественного я не придумал, так как его, если не у меня можно приобрести, так, значит, в любом другом месте его можно приобрести. Если же не венгерский тактик, значит, обычный наш украинский бипин. Такой же точно доза иометраза, как и в тактику. 125 грамм на 1 литр объема. Второе. Что хочу сказать. Данную, как сказать, инструкцию по применению, которую я показывал у себя на роликах, в прошлом году я вам сказал, это не я придумывал. Это мы перевели с инструкции по использованию данного препарата с немецкого языка. Соответственно, это было опробовано, оно было, оно работало. Но мы на сегодняшний день концентрацию уменьшили почти в два раза, так как в инструкции по применению переведенной с немецкого языка было написано 100 миллилитров на 1 литр подсолнечного масла. Мы же на сегодняшний день даем 60. Опять же, я не увеличиваю дозу, я ее сменьшиваю. Это не я придумал, так как есть, придумано это до меня. Да, на сегодняшний день, ну, какие-нибудь страны, цивилизованные, можно так сказать, отходят от данного препарата, так как он является, ну, химией. И, соответственно, хотели бы они от него отказаться. Ну, у нас на данный момент в Украине, ну, нет альтернативы. Может и есть альтернатива, но, друзья, я открытый ко всему. Вчера в одной вайбер-переписке я открыто написал, что если кто-то в этом уверен и утверждает в том, что я вывожу такого клеща, я готов оплатить любому человеку транспортные расходы, чтобы он приехал к нам на пасеку, чтобы привез свой препарат и доказал нам то, что, ну, мы выросли такого клеща. Чтобы приехал своим препаратом, обработал, и мы его, чтобы увидели, падает, не падает. Или приехал, сделал смыв с тех семей, в которых у нас клещ не падает. Вот, например, вот, вот, например, эта семья. Вот, клещ в этой семье не падает. Моль тут бегает, маленькая. Клещ в этой семье не падает. Соответственно, может приехать, взять, сделать смыв с данной семьи и доказать, что у нас там есть клещ, который уже ничто не убивает. А потому что, ну, эти пустые обвинения ни к чему. Я открытый ко всему. И, ну, на сегодняшний день у нас, друзья, для большинства пчеловодов, пчеловодство, это единственный, ну, возможный, ну, существуем с этого. Для меня это основной доход. Для кого-то, ну, как основной, у кого-то это второстепенный, но, тем не менее, это всех нас кормит пчеловодство. И, соответственно, ну, терять пчел я не вижу необходимости из-за такой глупости, как клещ, если с ним можно интенсивно бороться данным же препаратом. И, исходя из своей практики за 10 лет обработки данным препаратом, я понял то, что привыкания к нему нет. Если и есть, ну, я его не заметил. И с каждым годом клеща становится все меньше и меньше и меньше. Это говорит о том, что если популяцию клеща, ну, настолько ее скоротить, чтобы пчелы могли как-нибудь сами уже с ним бороться. Вот, мне кажется, вот это основная, ну, об этом надо хорошенько задуматься. Так как вот эти все препараты, которые, ну, не очищают пчелиную семью, потому что как там ни кричи, кто бы там что ни говорил, данные полоски магазинные не работают так эффективно, как данный препарат. Я в своей практике тоже пользовался покупными полосками, я не буду как называть, как они называются, но они стояли, они простояли весь сезон, после чего было обработано данным препаратом тактиком и клещ посыпался. В первую зимовку, кто помнит наши ролики вначале, я рассказывал, что у меня в первой моей зимовке из 16 пчелосемей, которые шли зимовать, не перезимовали три. Тут солнце светит, друзья. Не перезимовали три семьи, и это все было связано с клещом. Я пытался обрабатывать вот такими всякими народными методами, всякими полосками, и это привело к тому, что я потерял из 16 пчелосемей три семьи. Это, ну, большой процентаж. Если бы сейчас у меня такой процентаж отхода было на моей пасеке в почти 200 семей, это было бы печально. Но мы это не допускаем. И мы замечаем результат, друзья, потому что результат действительно есть. Его можно наблюдать по весеннему развитию, по ходу зимовки. Его можно наблюдать по тому, что за весь сезон, друзья, сегодня уже почти кончился матковый водой сезон, но у нас в Нуклеусном парке еще даже процентов 7 маткомест расформированы. Все же остальное сидит. Это говорит о том, что пчела не раздраженная, она без клеща сидит, а, соответственно, она не слетает с маткомест. Это можно наблюдать по обработкам клеща на данный момент, чтобы пчелы, клещ не наблюдается и тому подобное. Так что, друзья, никто из нас не маленький. Я показываю свой опыт, я показываю, как это работает. Я не придумал ничего нового. А решать вам, хотите обрабатывайте, хотите не обрабатывайте. Как хотите, так и делайте. А винить меня в том, что я вывожу какого-то клеща, так ради бога вините, но докажите. Докажите, что это так. И действительно, мне бы самому это было бы интересно, чтобы вы ко мне пришли и показали, что действительно вот семья конкретно эта, где клещ не падает, и мне показали там клеща. Или что-то наподобие того. И я бы, конечно, об этом бы задумался, и я начал бы принимать какие-то меры, и может быть с каким-нибудь препаратом начал другим работать, который более бы эффективно работал. Но этого всего не наблюдается. Это всего не наблюдается. Так как, друзья, знаем, как зимуют заклещенные семьи. Они уже в январе месяце начинают знать расплод, что приводит к тому, что у них кончается корм, что они в конце зимы начинают оппонашиваться. Это приводит к тому, что выходит вот такая же менька пчелы у заклещенных семей, что большинство по Украине и происходит. Ну, после обработок различными вот такими ненадежными препаратами. Сейчас еще подойдем к заклещенной семье. Было позавчера поставлено полоской. Я вам вчера опять показал, сколько в ней упало клеща. Утром мы сегодня уже почистили полоску. Сейчас около 11 часов дня. Утром где-то часов 7 я почистил. Прошло около 3 часов. И, друзья, вот наблюдаем опять такую картину. И что я себе замечаю? Клещ падает еще подвижный. Вот он бегает немного. Но на утро он уже не шевелится. Потому что, мне кажется, клещи, которые выходят из ячеек, ну, и получившие небольшую дозу тактика, они, ну, падают вниз. А уже внизу, соответственно, такого, ну, концентрации уже не ощущается. Паров там меньше. И они понемногу, как бы так, приходят в чувства. Ну, мне так наблюдается. Но и своей практикой за данными клещами, которые вот так шевелятся, я тоже наблюдал. Я их брал и оставил их в прохладное место, ну, чтобы солнце на них не светило, потому что солнце их убьет. И наблюдал. И они, ну, вели себя в таких конвульсиях не так уж долго. До минуты, до полторы минуты, после чего они переворачивались на спинку и умирали. Так что, друзья, решать, кто как хочет. Так и обрабатывайте. Я же буду обрабатывать так, как... Так, как... Короче, буду обрабатывать так, чтобы было обработано. Потому что потерять пчел я не намерен. Как-то так, друзья. А все, никто из вас не маленький, сами решайте. А пустые обвинения, я уже скажу так, я уже на них не реагирую. Так как на сегодняшний день уже почти 35 тысяч подписчиков. И чем больше коллектив, тем больше понимаешь, ну, людей, чем больше, тем мнения расходятся. Недавно один парень из подписчиков скинул такую притчу, о отце, сыне и осле. Ну, кому интересно, посмотрите про эту притчу. Сын, отец и осел. Это, она о том говорит, что, ну, сколько людей, столько мнений. Всем не угодишь. Кому-то нравится, кому-то не нравится. И на это я уже перестал обращать внимание, так как, ну, нет никакого желания. Мериться с кем-то, с чем-то, вообще нет никакого желания. Для меня это основной доход на сегодняшний день, который кормит меня, мою семью. И, во-первых, есть результат, что самое главное. А языком чесать каждый может. Языком чесать каждый может. Так что, друзья, сказал, что хотел. Любой, кто хочет доказать данный, о том, что я не прав. Пишите в комментариях свои координаты. Будем договариваться, как это делать. Я оплачиваю дорогу в две стороны. Приезжайте, поселю вас где-нибудь тут на пару дней. Ну, так как надо. Один день обработать, пару дней подождать. Поселю, оплачу, накормим. И, соответственно, это всем будет польза. Машенька смеется. Для этого, ну, всем будет от этого польза. Как мне, так и всем пчеловодам. Этим 35 тысячам, которые люди нас смотрят, от этого всем будет толк. И если кто-то знает секрет, приезжайте, поделитесь. Это не хидничество, это не сарказм. Это действительно так. Если есть у кого-то, и я думаю, те люди, которые меня в этом обвиняют, они же почему меня в этом обвиняют? Потому что я вывожу такого клеща, который разносится по Украине и с матками, и потом ихние пчелы уже тоже не смогут бороться с клещом. Соответственно, вы в этом же точно так же заинтересованы. Так что приезжайте, покажите. И, соответственно, мы уже своих пчел с пакетами будем продавать не такие, как вы себе думаете. Ладно, друзья, на этом будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравятся дизлайки. Все. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok